С вами Николай Певненко в проекте Дата. Сегодня 10 июля, день победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. После того, как на военном совете Петр I решился на генеральное сражение, в этот же день передовой отряд русских форсировал в Орсклу, севернее Полтавы у деревни Петровка, обеспечив возможность переправы всей армии. В результате Полтавской битвы армия короля Карла XII перестает существовать как таковая. Сам король Смазепы скрывается на территории Османской империи. Решительная победа русских приводит к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе. У родившихся в этот день в 1765 году появляется на свет Петр Багратион, генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года, был смертельно ранен в знаменитом Бородинском сражении. В 1814 году родился Сэмюэл Кольт, американский конструктор стрелкового оружия и промышленник, основатель известной оружейной фирмы. В 1902 году день рождения Сергея Яковлевича Лемешева, певца, лиллический тенор, актера Большого театра, который даже в кино снимался, что по тем временам для таких исполнителей был редкостью, лауреат государственной премии. В 1905 году родился Лев Кассиль. Он писал для детей, писал о спорте, писал повести, репортажи, статьи, фильеттоны. Причем некоторые из известенских фильеттонов имели очень широкий резонанс. Кассиль также много писал о Циолковском, переписывался с ним, но, к сожалению, все письма погибли. И романтическая идея, что можно выйти в космос, долететь до Луны, Льва Абрамовича страшно увлекала. По произведениям Кассиля снято несколько фильмов, в том числе «Вратарь», «Удар, удар, еще удар», «Ход белой королевы». Также в этот день появились на свет в 1941 году Елена Камбурова, певица. А в 1947 году и спустя 10 лет, в 1957 году, появились на свет сразу два популярных ведущих одной популярной телевизионной программы «Городок» – Илья Олейников и Юрий Стоянов. События дня. 1547 год, 10 июля. Во Франции последняя официально разрешенная королем дуэль. Причины дальнейшего запрета дуэлей – частые смертельные случаи. Ну, несмотря на запрет, дуэли будут продолжаться столь же часто, как и прежде. Поэтому в 1566 году король Карл IX будет вынужден издать указ, которым к смертной казни будет приговариваться любой участник дуэли. Но и это дуэли не остановит. Люди любят выяснять отношения таким способом. 1918 год. Принятие первой конституции РСФСР на Пятом Всероссийском съезде Советов. Она провозглашает лозунг «Не трудящийся, да не ест». Большинство этих принципов было разработано в ходе революции и нашло отражение в первых декретах советской власти и документах Всероссийских съездов Советов. Первая конституция состоит из шести разделов и включает 17 глав и 90 статей. В качестве первого раздела в Конституцию 2018 года включена декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Конституция закрепляла в качестве основного орудия строительства социализма государство диктатуры пролетариата, а в качестве государственной формы этой диктатуры советы рабочих, крестьянских и крастормейских депутатов. Политическая система, установленная этой конституцией, практически не изменится конституцией 1925 и просуществует до 1937 года. 1925 год. В городке Дейтон, штат Теннесси, начинается обезьяний процесс, который будет продолжаться до 25 июля. Судят 24-летнего школьного худенького учителя Джона Скоупса, который осмелился преподавать детям эволюционную по тем временам теорию Дарвина, запрещенную, кстати, законом штата. Жюри присяжных после восьмиминутного обсуждения все же признает Скоупса виновным и оштрафовывает его на 100 долларов. Минимальное наказание предусмотрено законами штата в подобных случаях. Спустя пять дней после процесса Брайан приляжет отдохнуть после обеда и больше не проснется. Он полил диабетом, но так или иначе поединок оказался со смертельным исходом. В 1935 году утвержден первый генеральный план реконструкции Москвы. Он разработан архитекторами Семеновым и Чернышевым. Этот проект был более щадящим, чем предыдущий, но тем не менее он предусматривал значительные изменения архитектурного облика города. Например, малоэтажная застройка исключалась абсолютно, а расширение основных магистралей Москвы предполагалось за счет сноса некоторых зданий, ликвидации газонов, клумб и деревьев. Сносу подлежало здание Манежа, а историческую московскую застройку в районе главных площадей, в том числе и Красной, также должны были уничтожить, чтобы стало возможным проводить грандиозные массовые парады. 1960 год. Финал чемпионата Европы по футболу, хотя тогда он назывался просто Кубок Европы. Он проходит на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, Франция. В матче принимает участие сборная СССР и Югославии. Чемпионами становятся игроки нашей команды, обыграв сборную Югославии в овертайме со счетом 2-1. Эта победа сборной страны является ее лучшим достижением на первенствах Европы за всю историю футбола. В 1965 году первое место в хит-параде журнала Billboard занимает песня группы Rolling Stones «I cannot get no satisfaction» и будет удерживать его четыре недели. Мик Джеггер со товарищей определенно удовлетворены, а песня так и останется визитной карточкой группы. 1984 год. На пресс-конференции в Милане Андрей Тарковский заявляет, что остается на Западе. Неожиданное решение не только для него самого, но и для Советского Союза. А в 1991 году Борис Ельцин приносит присягу как президент Российской Федерации. Клятву он произнесет, держа правую руку на сердце. Последние годы в момент присяги правая рука президента находится на Конституции. Современная президентская присяга состоит всего из 33 слов. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. 2011 год. На Волге затонул теплоход «Булгария». Из 205 человек, которые находились на борту, спасут всего 79. В воде сгинут 50 детей. 12 июля, согласно решению президента Медведева, было объявлено общенациональным днем траура по погибшим в корабле крушения. Ну и последнее. В 1878 году в Англии впервые футбольный арбитр использует свисток. До этого они, оказывается, просто кричали. Арбитры сами по себе появились на футбольном поле лишь в 1878. 1873 году. Тогда вообще считалось, что по собственной инициативе судья в игру вмешиваться не имеет права. Обязанности были простые. Следить за временем, делать пометки о матче, удалять и назначать игроков. С введением в пользование свистка связана целая забавная история. Право судить игру предпочитали тогда отдавать не профессионалам, а любителям. 10 июля 1878 года на одном из футбольных матчей в Лондоне судить игру доверили полицейскому. И когда на игре возникла драка, он, не задумываясь, может быть, автоматически, профессионально вытащил и засвистел свисток. Напуганные и ошеломленные игроки тотчас же прекратили драку. С тех пор арбитры на поле пользуются свистком. Вот такая вот история. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.